История нашего города Орел представлял собой деревянную крепость, обнесенную двойной стеной из бревен с башнями. Орловская крепость не раз выдерживала натиски крымских и казанских татар и служила форпостом государства на южных рубежах. Указом Екатерины II в 1778 году была учреждена Орловская губерния, и Орел стал ее административным центром. Население города увеличилось до 8 тысяч человек. В начале 18 века крепость теряет свое оборонное значение. Однако бурное 20-е столетие вновь выводит город Надакой в авангард батальных событий. В 1919 году наступающая белая армия Деникина, взяв с жестокими боями Орел, так и не смогла сделать ни шагу вперед и вскоре была разбита большевиками. На весь мир прогремело имя города в Великую Отечественную. Разгром фашистов на Орловско-Курской дуге ознаменовал коренной перелом в войне. Исторический победный салют на Красной площади Москвы в честь освобождения Орла и Белгорода позволил нашему городу именоваться городом первого салюта. В военно-историческом музее Диорама талантливо в деталях народным художником России Андреем Ильичем Курнаковым воссозданы этапы героического ратного пути родного города и самоотверженность его защитников. В 2007 году Орел указом президента России становится городом воинской славы, и его центральную часть украшает стелла с изображением герба города и текстом указа президента страны о присвоении Орлу высокого звания. В канун 450-летнего юбилея Орел отпраздновал 70-летие Великой Победы в память о своих отцах и дедах, матерях и бабушках, о солдатах Великой войны их дети, внуки и правнуки прошли по улицам торжественным строем бессмертного полка. 70-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков – праздник, объединивший все поколения, все политические силы, всех жителей, которые гордятся своим городом с развитой инфраструктурой, богатыми историческими и культурными традициями, имеющим свое неповторимое лицо и звучное имя Орел. Сегодня многое дает основания говорить, что буквально через несколько лет Орловская область станет одной из привлекательных и перспективных территорий России, где будет комфортно жить и работать, куда нужно вкладывать инвестиции. Значительную роль в экономических успехах играет облик городов, внешний вид дорог, площадей, зданий и мостов. В 2016 году Орел будет праздновать 450-летие со дня основания. Юбилейный год должен запомниться не только многочисленными праздничными мероприятиями, но и массой построенных и отремонтированных объектов. Преобразятся коммунальная инфраструктура и городские магистрали. Результаты этой большой работы видны уже сегодня. «Город с многовековой славой становится комфортнее, современнее, удобнее и еще красивее. Мы искренне признательны федеральному центру за доверие и поддержку. Орловщина обязуется выполнить все взятые на себя обязательства», говорит губернатор Вадим Потомский. За четыре прошедших года введены в эксплуатацию детский сад на 260 мест и школа на 350 мест в жилом микрорайоне «Наугорский». Школа в микрорайоне Лужки на 850 мест. Кроме того, завершено строительство второй очереди спортивного комплекса детской юношеской спортивной школы «Карат». Хореографической школы, реконструкция средней общеобразовательной школы номер 23 и Дворца пионеров и школьников имени Гагарина. Поэтапно вводятся в эксплуатацию после реконструкции объекты центрального стадиона имени Ленина. Сданы первая очередь автодороги по улице Раздольной. Одним из приоритетов развития города является жилищное строительство. Орловская область в числе первых регионов в стране вступила в новый проект «Жилье для российской семьи». Соответствующее соглашение было подписано в ходе рабочей встречи министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России с главой Орловской области Вадимом Потомским. Благодаря подписанному соглашению до 2017 года в регионе будет построено 317 тысяч квадратных метров жилья. Цена за квадратный метр для них составит не более 30 тысяч рублей. Орловщина обладает значительным потенциалом экономического развития, как за счет развития традиционных отраслей, так и новых сфер экономической деятельности. Минувший 2014 год стал знаковым для региона с точки зрения инвестиций. На экономическом форуме в Сочи подписаны важные соглашения с Министерством промышленности Российской Федерации, Сбербанком России, Свердловской областью и ряд других. Одно из соглашений с компанией «Кумир» предусматривает возрождение тепличного хозяйства «Юбилейное». Об инвестиционной привлекательности региона Вадим Потомский рассказывал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным. В числе ближайших планов скорый запуск предприятия полного цикла по производству ветчины – селекционно-генетический центр, который обеспечит рабочими местами около 500 орловчан. У Орловской области широкие перспективы межрегионального и международного сотрудничества, в частности с республиками Северного Кавказа и Абхазии. Губернатор Орловской области Вадим Потомский и глава Карачаева-Черкесии Рашид Темрезов договорились о реализации совместных программ в туристической сфере – исторического, горнолыжного и познавательного туризма. Во время встречи с главой Дагестана Рамазаном Абдулатиповым обсуждалась возможность поставок в Республику коммунальной и строительной техники. Промышленный комплекс нашего региона – это более одной тысячи предприятий, каждая пятая – крупная. Структура промышленности региона представлена в значительной степени предприятиями машиностроения, металлургии и приборостроения. Сегодня в промышленном комплексе трудится почти 53 тысячи человек – это четверть от общего числа работающих в Орловской области. В регионе действуют 60 крупных и средних машиностроительных предприятий и почти 100 малых. Флагманы у всех на слуху. ГМС-насосы в сотне лучших предприятий страны. Группа «Таврида Электрик» на третьем месте в составе ведущих мировых концернов. Недавно этому предприятию, в состав которой входит Орловский филиал, присудили национальную промышленную премию «Индустрия». Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев вручил награду на международной промышленной выставке «Иннопром-2015» в Екатеринбурге. Индустриальный портрет нашей области постоянно меняется, вместе с открытием новых предприятий – создание особой экономической зоны на Орловщине. Эту инициативу главы региона поддержал президент страны. В этом году статус особой экономической зоны присвоен только Орловской области и Крыму. Реализация первого этапа Орловского проекта будет проходить в течение полугода. Один из главных дивидендов – это новые рабочие места. То, что в Орле уже создается комфортные условия для ведения бизнеса, подтверждают результаты национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. По результатам Орловская область вошла в число регионов с комфортными условиями для бизнеса. Федеральный центр выдал мне кредит доверия, который я должен оправдать. А значит, я сделаю все, чтобы выполнить поручение президента страны, суть которого – в повышении уровня жизни в Орловской области. Орел по праву носит неофициальный титул литературной столицы России. Улицы и площади города хранят память о многих классиках русской литературы. Здесь родились Тургенев и Андреев. В нашем городе прошло детство и юношество Лескова. Здесь жили Бунин, Опухтин, Марко Вовчок. Писателями-орловцами являются Фед, Писарев, Тютчев, Пришвин, Новиков. В разное время в Орле бывали Пушкин, Жуковский, Гоголь, Успенский, Короленко и Есенин. Тургеневский бережок. Именно здесь делал первые шаги маленький сын орловских помещиков Ваня Тургенев. А спустя 150 лет благодарные горожане установили памятник прославленному писателю. Сердце литературного орла – дворянское гнездо. Этот сквер на крутом берегу Орлика расположен в самом начале улицы Октябрьской, бывшей Верхнедворянской. Здесь разворачивалось действие одноименного романа Тургенева. Один из сохранившихся домов считается домом дочери губернского прокурора. Она-то и стала прообразом героини романа Лизы Калитиной. Рядом расположился дом Лесковых. Теперь здесь музей писателя. Вдохновленный живописными видами дворянского гнезда, Николай Семенович писал, словно рисовал картину, глядя на дом Лесковых. Вправо за Орликом шли мелкие хибары слободы, которая примыкала к коренной части, оканчивающейся церковью Василия Великого. Сбоку был крутой неудобный спуск по обрыву, а сзади, за садами, глубокий овраг и за ним степной выгон, на котором торчал какой-то магазин. Тут по утрам шла солдатская муштра и палочный бой. Самые ранние картины, которые я видел. Лесков – писатель, пронзивший всю Русь. Так говорил о нем Максим Горький. В 1981 году у Александровского моста, в том самом месте, где будущий писатель часто в юности любовался мелкими водами Орлика, в честь юбилея знаменитого земляка установили ему памятник, отлитый в бронзе. Его окружают персонажи из произведений «Соборяне», «Левша», «Очарованный странник», «Тупейный художник» и «Леди Макбет» Мценского уезда. Разбитый за памятником сквер стал излюбленным местом отдыха горожан. Иван Алексеевич Бунин – лауреат Нобелевской премии в области литературы. Отучившись в гимназии, он начал свою литературную деятельность в редакции газеты «Орловский вестник». Ныне имя Бунина носит областная библиотека, напротив фасада которой установлен бюст писателя. Надпись на мемориальном постаменте гласит «Моя отчизна. Я вернулся к ней усталый от скитаний одиноких и понял красоту в ее печали и счастье, в печальной красоте». Напротив мэрии установлен памятник Ивану Алексеевичу – работы скульптора Клыкова. На роду «Орлу» очевидно было предначертано стать городом литературных музеев. Крупнейший из них – музей Тургенева. Это целое объединение, в которое входит несколько филиалов – Андреева и Бунина, дома музея Лескова и Грановского, музей писателей-орловцев, который сегодня находится на реставрации. Памятник Фету символизирует литературный квартал. Здесь же современное здание украшает мемориальная доска, извещающая о том, что больше ста лет назад на этом месте стоял дом, в котором родился ученый, философ с мировым именем Михаил Михайлович Бахтин. А у перекрестка улиц Салтыкова-Щедрина и 7 ноября прежде стоял дом генерала Ермолова. Здесь 52-летний герой Отечественной войны 1812 года встречался с Александром Пушкиным. Свою славную жизнь Ермолов завершил в 1861 году и был погребен в Орле. В 2012 году знаменитому полководцу поставили памятник. С тех пор и площадь, на которой он стоит, носит имя генерала Ермолова. В нашем городе рождались не только писатели и поэты, но и их музы. Две самые известные – Анна Керн и Зинаида Райх. Дом на улице Горького, бывший Садовой, отмечен мемориальной доской Анны Керн. Здесь стоял дом ее родителей. Это ей посвятил Пушкин свои бессмертные строки. «Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты». А в 20-е годы прошлого столетия повидаться со своей женой Зинаидой Райх в Орел проезжал еще один гений русской поэзии – Сергей Есенин. Воистину прав Лесков, утверждавший, что Орел вспоил на своих мелких водах столько литераторов, сколько не поставил на пользу родины никакой другой русский город. Субтитры создавал DimaTorzok Флаг литературной, грамотной, образованной Орловщины, хранимы поколениями горожан, подхватила и достойно несет Орловская молодежь. Орел – студенческий город. И этот статус подтверждают 12 высших учебных заведений областного центра, которые готовят буквально всех специалистов для работы на родной земле. Старейший вуз – Орловский государственный университет. Здесь обучается 14 тысяч студентов. За годы работы вуза на 16 факультетах по 300 направлениям и специальностям подготовлено более 70 тысяч дипломированных специалистов, нашедших применение полученным знанием на Орловских предприятиях, организациях и учреждениях. Орловский государственный университет признан ведущим учебным заведением региона и имеет высокий рейтинг среди классических университетов России. Еще один крупный динамично развивающийся учебно-методический научно-исследовательский и культурный центр – Орловский аграрный университет. Здесь обучают специалистов в области агробизнеса и экологии, биотехнологии и ветеринарии, экономики, гуманитарных и естественно-научных дисциплин, агротехники и энергосбережения. В структуре вуза – инженерно-строительный институт и институт профессиональной переподготовки. Закрепить полученные знания и пройти производственную практику студенты имеют возможность в фермерских хозяйствах Германии, Швеции, Франции и Голландии. Орловщина дает путевку в жизнь также кадровым военным. Курсанты Академии Федеральной службы охраны и Орловского юридического института с первых дней обучения становятся защитниками Родины и стражами порядка, а выпускники этих вузов служат во всех без преувеличения регионах нашей страны. Даже из названия другого крупного вуза Орла – Госуниверситет УНПК, понятно, что студенты Орел ГТУ получают не только высшее образование, но и реальный опыт работы по специальности. 13 тысяч студентов получают высшее и среднее профессиональное образование на базе пяти научно-исследовательских институтов, четырех производственных площадок, трех конструкторских бюро, двадцати трех научно-творческих и четырнадцати научно-образовательных центров, трех хозяйственных обществах и тридцати шести научно-исследовательских лабораторий. Поэтому специальности технического, экономического и юридического профилей пользуются постоянным спросом среди абитуриентов. Государственный университет – это учебно-научно-производственный комплекс, первый российский вуз, разработавший и реализовавший концепцию глубокой интеграции образования, науки и производства. Значительный вклад университета в инновационное развитие высшей школы России отмечен высокими государственными наградами президента и правительства страны. Орловский медицинский институт является продолжателем лучших российских традиций классического медицинского образования. В институте работает 17 кафедр. Подготовка специалистов осуществляется по 14 специальностям в ординатуре и по 12 в интернатуре, а также на курсах тематического усовершенствования и профессиональной переподготовки. Медицинский институт дал Орловщине более 300 интернов и 150 клинических ординаторов. 700 врачей и 70 провизоров повысили на его базе свой профессиональный уровень. Те же, кто решил поддержать и развить культурные традиции Орловщины, поступают в Орловский институт искусств и культуры, который является альмаматор культурно-образовательной и творческой деятельности. В его стенах работают лучшие музыканты, актеры, режиссеры, заслуженные работники культуры, деятели искусств, имеющие звание лауреатов конкурсов различного ранга. В стенах вуза создаются студенческие творческие коллективы, которые успешно конкурируют с профессионалами сцены и активно участвуют в благотворительной концертной деятельности. Развивающиеся на Орловщине экономические процессы поддерживают спрос на выпускников Института экономики и торговли. В Орле можно получить диплом даже профессионального управленца. Эту возможность для будущих и действующих государственных служащих предоставляют аудитории и преподаватели Орловского филиала Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при Президенте России. На факультетах Академии ведется подготовка специалистов способных реагировать на изменения в экономике и социальной сфере всех уровней. По признанию преподавателей, бакалавры, магистранты и аспиранты дня сегодняшнего – яркие, подающие надежды студенты. Аббревиатуры Орловских вузов знакомы каждому орловцу, тысячам иногородних и даже иностранных студентов, выпускников, специалистов в самых разных областях, каждый из которых может с гордостью сказать «Я учился в Орле». Бесценное культурное достояние, доставшееся Орлу от предков, обязывает современников не почивать на лаврах, а развивать и приумножать наследие. Эту задачу решают орловские театры и центры культуры. Театр, носящий имя великого русского мыслителя Михаила Бахтина «Русский стиль», расположен в старинном особняке на улице Тургенева. В уютном зале, в камерной, почти семейной обстановке ставят как классику, так и пьесы новаторов сцены – русскую и современную драматургию. Незабытые маленькие театралы. Для них всегда гостеприимно распахивает двери в сказочный мир Орловский театр кукол. В старинном здании, под крышей с куполом и шпилем, в атмосфере мельпомены работает театр «Свободное пространство». Его яркие постановки всегда собирают полный зал. Театр активно пробует себя в новых формах. Итальянский, французский и польский театральные сезоны – своеобразное ноу-хау для орловской театральной культуры. Традиционно на площадке театра проходит международный фестиваль «Люди», открывающий горожанам новые театральные формы и новые имена. В музыкальности и пластике мало какие трупы могут соперничать с молодежным коллективом, который ежегодно получает престижные премии в области театрального мастерства, а его лучшие актеры являются губернаторскими стипендиатами. Даже во время реконструкции в преддверии 450-летнего юбилея Орла труппа «Свободного пространства» активно работает на других площадках. Государственный академический театр имени Тургенева – опора русской классики в Орле. Его история начинается в 1815 году и напрямую связана с его основателем – графом Каменским. В 1949 году театру было присвоено имя великого русского классика – Ивана Сергеевича Тургенева. В канун 450-летия Орла Орловский драматический театр отмечает 200-летний юбилей. В культурно-просветительском пространстве Орла 38 учреждений, 8 школ искусств, городской центр культуры, областной центр народного творчества, культурно-досуговый центр «Металлург», 19 библиотек и филармония. Примерно 7000 детей обучаются в школах искусств. Муниципальные творческие коллективы, оркестр народных инструментов, ансамбль танца «Славица», Орловский губернаторский камерный хор «Лик», губернаторский симфонический оркестр и многие другие творческие коллективы отмечены высокими наградами как у себя на Орловщине, так и за рубежом. Несколько лет подряд «Орел» масштабно отмечает день рождения Ивана Сергеевича Тургенева. Приобщиться к литературному наследию в Дворянское гнездо приезжают гости из разных городов. Выделили «Орел» из числа других городов и звезды отечественного кино. Ежегодно «Орел» на неделю становится центром кинематографа. У нас проходит фестиваль актеров кино «Созвездие», представляющий орловцам уникальную возможность близкого общения с народными актерами и режиссерами и просмотра фильмов в компании метров сцены. Орловский регион в спортивном плане в последнее время показывает хорошие результаты не только на всероссийском, но и на международном уровне. Орловский стрелок Никита Суханов завоевал три медали различного достоинства на 28-й летней международной универсиаде. На этой же универсиаде наша спортсменка Мария Виноградова в составе российской сборной завоевала золотую медаль в стрельбе из лука, а на чемпионате мира она стала четвертой из более чем ста спортсменов. Алексей Аксенов вернулся с бронзой и серебром с чемпионата Европы по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением слуха. Он же в 2014 году установил рекорд страны в беге на 200 метров, который не побит до сих пор. Илья Колганов и Максим Курюкин в конце прошлого года завоевали золото на чемпионате мира по вольной борьбе среди глухих. Орел в прошлом году впервые принял чемпионат России по карате. Результаты также порадовали. Из 13 человек трое завоевали награды, а Асканас Мегробян стал единственным из нашей команды чемпионом России. С переходом Дениса Меньшова на тренерскую деятельность начал развиваться в регионе велоспорт. Орловчане все чаще занимают места на пьедестале. Российская сборная по корфболу на 100% состоит из наших ребят. Также боксер Эдуард Трояновский в апреле этого года стал чемпионом мира по версии IBO. Владислав Туйнов, которого называют орловским бриллиантом, на прошедшем в Италии чемпионате мира среди юниоров завоевал золотую медаль. За последнее время в Орле открылось множество дворовых площадок. Бассейн Олимпийский. Осенью этого года в микрорайоне Зареченский завершат строительство ледового дворца с трибунами на тысячу человек. При поддержке областной власти спорт в регионе перешел на новую ступень развития. В последние годы с достоинством поднимают купола Орловские церкви, связующие незримой нитью прошлое с настоящим. Орел идет правильной дорогой – к храму. Исследователи образно называли храма города глубинной книгой эпохи. Каждая церковь – средоточие духовных ценностей, произведения живописи и прикладного искусства. Ныне храмы переживают свое второе рождение. Богоявленский собор – самая древняя каменная постройка города. Основан в первой половине 17 века. Каменное здание возведено в начале 18-го. Описан в рассказе Лескова «Грабеж». Десятилетиями советского периода храм являлся сценической площадкой кукольного театра. Но в начале 90-х годов прошлого века храм изжил наследие атеистических времен и вернулся к верующим. История Ахтырского, Никитского кафедрального собора города Орла начинается в конце 18-го века. Сегодня в церкви хранятся чтимые святыни, частица мощей святого Тихона Задонского и образ Ахтырской иконы Божьей Матери. В центре города, на правом берегу Орлика, на месте древних церквей, в 1801 году заложен Успенский Михайло-Архангельский храм. В сентябре 1823 года Орел посетил император Александр I, в честь которого прошло богослужение. А спустя три года здесь стоял гроб с телом умершего императора, когда его везли из Таганрога в Петербург. В этом храме крестили писателя Леонида Андреева. Он впоследствии описал его в своих произведениях «Бергамот и Гораська» и «Молчание». Величественное здание церкви Смоленской иконы Божьей Матери словно парит над городом и венчает улицу Ленина. Оно возведено в традициях древнерусского зодчества на средства орловских купцов-сухановых и прихожан. Строительство велось около 40 лет, с начала 50-х годов и до конца XIX века. Местные купцы хотели превзойти великолепие дворянского Петропавловского собора. Рассказ обо всех храмах орла занял бы очень много времени. Главное, что древние архитектурные ценности города органично вплетены в день сегодняшний. Парадокс и загадка орла в том, что он с годами словно молодеет, настолько старина и современные здания органично соседствуют друг с другом. Это красота, результат таланта, трудолюбия и неравнодушия жителей города-мыслителя, города-литератора, города-воинской славы и города-труженика. Город, расправивший свои крылья над окой, год от года вершит свой стремительный полет в день завтрашний. Город-солдат, город-строитель, он пишет свою биографию созидательным трудом своих жителей, тянется этажами в небо, сохраняя удивительную атмосферу изначальности русского духа и приобретая черты современного города. Города, где вольно мыслить, где бьется сердце России, где ее широкая душа открыта для добра и любви к родине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова